Приветствую всех ретушёров, фотографов и активных пользователей программы Photoshop. Сегодня я делюсь полезной информацией для тех, кто планирует использовать или уже использует в своей работе различные экшены или панели для ретуши. А именно я расскажу, как экшены устанавливаются и как ими пользоваться, чтобы всё работало корректно и Photoshop не выдавал ошибки. Также я освещу два маленьких момента, а именно как включать режим экшенов с кнопками и с какими самыми частыми ошибками можно столкнуться при использовании экшенов. Я очень рекомендую использовать панель для ретуши, если вы вдруг это ещё не делаете. И с её помощью вы будете обрабатывать фотографии значительно быстрее, так как этапы создания настроек и всех необходимых слоёв для ретуши станут автоматическими. Также важно подобрать панель, которая будет базироваться на качественных и недеструктивных способах ретуши. Если эта тема вызвала у вас интерес, то приглашаю вас ознакомиться с панелью, которой я пользуюсь при ретуши каждой своей фотографии. Эта панель создана для ретушёров, которые работают с большим количеством клиентских и фэшн-съёмок. При создании панели я изучила популярные аналоги и создала свой вариант с 22 классными экшенами для всех этапов ретуши. Тут есть и три варианта частотного разложения и Dodge & Burn, улучшение отдельных деталей фото, например, глаз, губ и так далее. И все экшены содержатся в плывающей подсказке для вашего удобства. И сейчас эта панель стоит 700 рублей. А ссылку на детальное описание панели и видео с её использованием я добавлю внизу под этим видео. Очень рекомендую перейти и ознакомиться. А теперь давайте перейдём к основной теме видео. И первый момент, который мы рассмотрим, это как установить экшены в Photoshop. И показывать я это буду как раз на своей панели. Экшены в Photoshop устанавливаются очень просто. Вам нужно найти файлы экшенов в формате ATN и просто открыть их. Это можно сделать, нажав на них по два раза. Или, например, так, как я. Я выделяю сразу все файлы и нажимаю открыть. Сразу после этого они появляются в Photoshop в разделе «Операции». Обычно он находится вверху справа. Если вдруг вы не находите этот раздел, следует проверить, чтобы возле него стояла галочка в настройках. Нажимаем «Окно» и проверяем. Вот тут есть галочка. Если нет, то просто нажимаем на неё и операции появляются. Это окно мы можем оставить здесь или перенести в любую другую область. Или вообще отсоединить и расположить в каком-нибудь другом удобном вам месте. Я уже привыкла, что она находится здесь, поэтому тут и оставим. Так как эти экшены у меня уже установлены, я удалю то, что я сейчас скачала. Для этого нужно просто нажать на корзину. И вот сами экшены. Они находятся по папкам. И чтобы использовать экшен, следует просто нажать вот сюда. Вот так. Я обычно использую экшены в таком виде. Но есть ещё возможность отобразить экшены в виде разноцветных кнопок. Для этого мы нажимаем вверху справа в панели операции на иконку с полосками. И нажимаем «Представить в виде кнопок». Вот так выглядят экшены теперь. И для удобства можно подтянуть это окошко. Вот так. Я верну всё обратно. А теперь рекомендации по использованию экшена. Экшен – это чёткий записанный алгоритм последовательных действий Photoshop, который программа выполняет за вас. Она работает со слоями, применяет определённые настройки и фильтры. Экшен убирает из процесса ретуши большую часть рутины и технической части. И чтобы всё работало корректно, следует соблюдать некоторые особенности работы в Photoshop. Для корректной работы экшенов важны следующие моменты. Во-первых, это язык интерфейса. Экшены, подготовленные для русского Photoshop, не будут работать с английской версией. У меня, кстати, есть две версии экшенов – для русского и для английского Photoshop. Стандартные функции и фильтры в Photoshop должны работать без ошибок. В том числе пластика, фильтр камера RAW, размытие и другие. Эти фильтры часто используются в экшенах, и поэтому они должны работать без ошибок их сбоя. Обычно этих проблем не возникает только в случаях при использовании неофициальной версии Photoshop с ошибками в файлах программы. Также, если на компьютере занято очень много памяти, то экшены, использующие фильтры, могут работать и прогружаться очень долго. Поэтому желательно, чтобы памяти на компьютере было достаточно. И еще один момент – это название и количество активных слоев. Экшены чувствительны к названиям слоев, и если вы меняете название основного слоя или этих слоев несколько, экшен может сработать неправильно. А теперь поделюсь несколькими рекомендациями, с которыми ваша панель для ретуши всегда будет работать правильно и без ошибок. Первое – это не меняйте стандартное название основного слоя. Наш главный слой, с которым мы работаем, по умолчанию называется фон, и менять его не нужно. Второе – делайте кадрирование на последнем этапе ретуши, так как оно меняет название слоя. Например, сейчас мы сделаем кадрирование, и слой теперь называется слой 0. Если мы попробуем, например, применить частотное разложение, то увидим вот такие ошибки. И в итоге частотное разложение не удалось. Вот, а вот так все выглядит, если со слоем все в порядке. Все быстро применилось, и все нужные слои на месте. Также, чтобы экшены в Photoshop работали корректно, перед и после применения каждого экшена объединяйте все слои, нажав в сочетании Shift-Command-I или Shift-Control-I на Mac и на Windows, соответственно. То есть, например, вы поработали с частотным разложением, а далее слои следует объединить и переходить к какому-нибудь следующему этапу. И теперь еще раз обозначу самые частые ошибки, которые эти рекомендации позволят избежать. А именно ошибки вроде «команда в данный момент недоступна», «объект в настоящее время недоступен», «команда не может быть выполнена», и все в таком роде. Вот такие простые правила, выполняя которые, ваша работа с панелью для ретуши будет комфортной и продуктивной. Спасибо, что досмотрели видео до конца, и если оно было вам полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!